Привет! Мы с вами находимся в Филях, недалеко от станции метро Славянский бульвар. И здесь от улицы Герасима Курина до Кастанайской улицы проходит Тарутинская улица с двухсторонним движением автобина транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина я оставляю всего 400 метров, поэтому она больше напоминает переулок, нежели улицу. Ну, переулок между двумя улицами Герасима Курина и Кастанайская. Рядом, как я сказал, находится метро Славянский бульвар, он находится, станция, как раз вот и железная дорога тоже на перегоне Кунцев-Фили. Сейчас как раз вот идет строительство новой железнодорожной платформы Славянский бульвар, которая будет соединяться со станцией метро Славянский бульвар с одноименной, да? Вот такой типа транспортно-пересадочный узла может быть построен как раз вот рядом с этой улицей, от этого строительства. До 1160 года здесь находились подмосковные села, разные, очевидно, в этой местности. И, естественно, не было той застройки, которую мы сейчас видим. Вот, и, наверное, не было этой улицы также, возможно. Вот, или она как-то по-другому называлась, может, в другом месте проходила, среди деревенских домов. Ну, а потом, в 1360 году, эта территория вошла в состав Москвы, ныне это район Пили-Давыдково Западного округа. И в 1366 году она получила свое нынешнее название поселу Тарутина, который находится в Халужской области России, у которого во время Великой Отечественной войны, которая во время Отечественной войны 1812 года произошло сражение русских войск под командой Михаила Кутузова с наполеоновскими войсками, в результате которого французы оставили Москву. То есть он такой сыграл, в общем-то, ну, большую роль, если не определяющая, то большое значение во время вот этой Отечественной войны в деле, так сказать, разгрома вражеских войск. Здесь, на этой улице находится всего 4 жилых дома, причем 3 современных дома, это 19-22 этажные дома, построенные в 2004-2010 годах, то есть вот в 2000-х годах, ну и один 9-этажный дом под номером 8, 1665 года постройки. Ну, кроме того, также на этой улице находится противотуберкулезный диспансер, здание под номером 2, 5-этажные, такое типовое здание, 1770 года постройки, детский сад, там среди жилых домов находится, вот космического центра имени Хруничева, здание под номером 6, трехэтажное, 1666 года постройки. Ничего интересного на этой улице совершенно нету, и обычные жилые дома, и социальные объекты, ничего интересного, но добраться легко, метро Ставянский бульвар сразу выходим и практически попадаем на эту улицу. Вообще транспорт по ней не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.